Пресс-конференция главы администрации города была посвящена теме капитального ремонта. Владимир Суслопаров рассказал, как обстоят дела с собираемостью взносов за капитальный ремонт и представил чиновников, которые будут курировать наиболее важные вопросы. На встрече с представителями средств массовой информации Владимир Суслопаров в первую очередь озвучил структурные изменения, произошедшие в администрации. Стратегия муниципалитета будет меняться. И для этого я специально меняю структуру администрации и ввожу отдельно ставку зам главы. Это не дополнительная ставка, это перераспределение обязанностей среди замов. Зам по экономике, по экономике, стратегическому развитию, по инвестициям и так далее. Я называю это фамилией Захаров Викторович, его в городе многие знают. Курировать вопросы ЖКХ теперь будет первый заместитель главы администрации Иван Симонов. Блоком вопросов социальной сферы будет заниматься начальник управления образованием Наталья Тихонова. Свою основную работу в сфере образования ей придется сочетать с функциями, исполняющие обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам. Она будет одновременно и управление образованием, и здесь исполнять обязанности зама. Функционал будет разделен, она сама себе подчиняться не будет, то есть все узаконено, консультации везде получены. Помимо структурных изменений произойдут и более кардинальные. На пресс-конференции Владимир Суслопаров сообщил о сокращении в администрации. Предполагается произвести некоторые сокращения. Я пока не буду говорить о цифрах, значит, два или три человека, но рассматривать такая возможность. Сегодня мы просто рассматриваем, в каких отделах и где это можно сделать. Это связано с уменьшением затрат. Главной темой в беседе с городской прессой стали вопросы капитального ремонта. На сегодняшний день взносы оплачивают лишь 44% жителей Азбестовского городского округа. В то время как собираемость платежей по области составляет более 80%. Сегодня каждый обязан платить. Это федеральный закон. Это то же самое, что за коммуналку. Если ты не платишь, тебе будут применены все санкции, которые предусмотрены этим же жилищным кодексом. То есть, начиная от судебных исков и заканчивая претензионной работой, то есть арестом имущества и так далее. Кроме неплательщиков жильцов, как выяснилось, за капремонт зачастую не платят юридические лица, чьи магазины или офисы расположены на первых этажах жилых домов. Ни разу вопрос не вставал ни на одном совещании, что юрлицы не платят. Сегодня, я услышал это, будем заниматься обязательно. Несмотря на то, что начать ремонт жилого фонда планируется уже в мае, горожане с недоверием относятся к новой строке в квитанции и не торопятся платить. По словам главы администрации округа Владимира Суслопарова, в том, какая ситуация складывается в городе по этому вопросу, есть и вина самой администрации. Действительно, надо признать, что мы некоторые моменты упустили. Так, согласно областному закону 127, мы должны были организовать и провести собрание собственников жильцов. Этот момент, он был организован, но не на том уровне, какой требует закон. Составлением графика собраний жильцов теперь займется отдел жилищно-коммунального хозяйства. На этих собраниях жильцам предложат изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома и выбрать, где будут накапливаться средства на капитальный ремонт. На счете регионального фонда или на спецсчете дома. Но оплачивать графу капремонт горожанам все равно придется. Вчера на совещании прозвучали цифры, что меньше процент оплаты в тех домах, которые сегодня в графике стоят ремонтом. Я не знаю, люди посчитали, что все, решен вопрос, зачем платить? Неправильно. График можно поменять и снять эти дома. Я думаю, так фонды будут делать. Я поручил на этом же совещании вчера отделу ЖКХ и заму конкретно Симонову Ивановичу, что в этих домах обязательно провести собрание в присутствии представителей администрации. Многие сбестовцы были возмущены тем, что в очередь на капитальный ремонт стоят дома, которые давно пора признать ветхим и аварийным жильем. Глава администрации заверил, что все дома, заявленные на капремонт, будут проходить дополнительную экспертизу проектными организациями, назначенными региональным фондом. Эксперты фонда будут перед тем, как ремонт делать дома, еще раз обследовать, и, возможно, некоторые дома будут признаны ветхими или аварийными даже. Тема капремонта является злободневной для нашего города, и мы будем возвращаться к ней еще не раз. Татьяна Мельникова, Сергей Шелковкин, Новости АТВ.